Здарова! Сегодня едем на водопады недалеко от города Кабулети. Сегодня я взял с собой сумку. Километраж планируется примерно 30-40, я рассчитывал в одну сторону. Времени сейчас 11-20. И беру с собой фонарь на всякий случай сразу. Палатку не беру, конечно, но как бы тёплые вещи, фонарь, пауэрбанку, всё как обычно. Фонарь беру, чтобы по темноте вернуться, если что. Это место мне подсказал дядька с крутым электровеликом, которого я встретил тут на улицах Кабулети. Мы с ним поговорили душевно, и он сказал, что классное место, со всякими старинными мостами, водопады там, всё такое. Примерно показал, куда ехать сейчас, и по карте ещё раз прикину точно. Сумку решил взять, чтобы не таскать с собой рюкзак на спине. Туда закинул тёплых вещей немного. Погода вот такая вот, поэтому дождевики. С собой даже взял штаны непромокаемые. Тент небольшой такой на саму сумку. В принципе, всё. Колёса подкачал, смазал цепь. Сейчас проверю, чтобы был ремкомплект на колёса. Нож, зажигалка. Да, в принципе, и всё. Так, времени 12.10. В итоге я взял с собой палатку-пенку, на всякий случай. Погода вроде пока благовылит, нет дождя. Всё, выезжаем. 12.30, я уже выехал из города. Море у меня осталось за спиной. И мне надо сейчас по этой дороге ехать. 23 километра. И, судя по ландшафту, впереди это будут очень весёлые 23 километра. Я потихоньку продвигаюсь вглубь материка. Времени час ровно. И вот такие пейзажи открываются. Я ещё не очень пока сориентировался, куда я еду. Есть там две точки. Одна в 20 километрах, другая в 35. И пока думаю, пока всё ходит хорошо, просто еду. Это очень похоже на дорогу в Матералу, куда мы ездили с ребятами. Можно вот по этой ссылочке нажать. И сзади разберусь, как это работает, как вставляются такие ссылки. Вот это вот река Кентриши. Она впадает в море там далеко. Идёт у нас гор. И вот мы посмотрим, откуда она идёт. Так, с прошлой стоянки проехал буквально там 100 метров. И сейчас хочу вернуться чуть-чуть. И показать такое. Я ехал себе такое, поднимался. И вдруг, вот в это вот окошечко, я увидел вот эту высоту и вот эту реку. Ах, и здесь. Да, и тут делов-то вообще, конечно, один шаг. И всё, до свидульки. За одним решил сразу посмотреть карту. 12 километров всего осталось до Схемвани водопада. Так, ещё один привал. Времени час 30. Полчаса прошло с момента прошлой остановки. Подъём в гору тяжело. Дорога очень извилистая началась. Да, и вам здравствуйте. Времени без 15.2. Доехал до указателя, до развилки. И тут что-то направо есть. Что-то есть прямо. И сейчас надо мне прикинуть с картами, посмотреть, чего кого. Сейчас за одним перекушу. Кстати говоря, любопытно. Автобусная остановка. И что на этой автобусной остановке есть? Из обязательных, в кавычках, атрибутов. Конечно же, маленькая ламповая вертушечка, чтобы зайти на эту остановку. Вот так вот. Так, времени 2 часа. Я решил ехать направо до визит-центра. 8 километров. В любом случае, в визит-центре можно ещё палаточку поставить, прикинуть по маршрутам. А спуск-то прям вот такой вот начался. И прям обидно, столько поднимался времени. И сейчас так быстро скатываться вниз. Там внизу шумит река. И полагаю, нам нужно будет вот туда вот. Спустился до моста. И вот он, конец хорошей дороги. Его можно прям запечатлеть. Вот он, конец бетонки. И там вперёд уже идёт гравийка. Классно. Какая мощь. Какая мощь. Продолжение следует... Продолжение следует... Отфоткать все эти водопады и выложить в гугл-карты. Классно! Такой водопадик красного цвета, прям камни, привлек мое внимание. Здесь трубочка. Классно! Где-то внизу, далеко внизу шумит река. Времени без 15.3 и я добрался до... До одного из старых-старых мостов каменных. До визит-центра осталось 5 километров, но я не знаю, куда ехать. То ли туда, вот направо, то ли на эту сторону переезжать. Наверное, туда все-таки. Здесь покажется, что просто какая-то кафешка. Интересный здесь арт-объект. Такая просто цементная лепеха, раскатанная машиной. Добавно. Я пойду потихоньку, надеюсь, он подо мной, блядь, не рухнет. Страшно, пипец. Еще небольшое включение времени. Уже 3.15. До точки с водопадом осталось 2 километра. Я продолжаю двигаться вдоль реки и вот видел такую штуку. Еще я порядком подзапарился. Самоуверенно было с моей стороны даже предполагать, что я смогу проехать там 26 километров до какой-то крепости. Я вот сейчас проехал типа километров 20-23. И тут такая дорога, что быстро по ней не поедешь. И, конечно, это примерно равно скорости пешехода. Может, чуть побыстрее. И уже 3 часа скоро будет темнеть. Поэтому, скорее всего, я попробую остаться с ночевой либо на точке с водопадом. Либо, если там есть все-таки визит-центр какой-то, в визит-центре, чтобы хоть розетка была. Пока такой вот план. Продвигаемся дальше. А это, оказывается, настоящее водохранилище. Настоящая дамба. Пришлось разуться, потому что ножками не перебежать так на первый взгляд здесь поблизости. Водичка, конечно, просто оттас. Ух! Ну, ладно, едем дальше. Обуваюсь и едем дальше. Так, я где-то на подъездах водопаду. И тут произошло что-то необычайное. Смотрите, опять начинается бетонка. Не знаю, насколько она будет протяженной. Но уже вперед посмотрим километр. Остался до точки. Но это, видимо, будет самый жесткий километр. Потому что это уже второе полечо такого серпантина, по которому невозможно ехать. Только катишь велик вперед и времени уже без пятнадцати четыре. И я уже абсолютно вымотан. Еще километр. Ну, надо постараться, потерпеть. Помнил хорошее слово, которое использует АБВГАТ. Некто такой туристический блогер. Забавный, смешной, интересный. Очень любит слово превозмогать. То есть он сначала идет вроде по Лайту, а потом начинает превозмогать. И вот у меня тоже уже полным ходом этап превозмогания идет. А еще из этой же области шуточка, что АБВГАТ, когда ходит по лесам, полям, он отпугивает медведей. Типа кричит иногда Мишоу! Мишоу! И вот у меня, как только дорога стала совсем тихой, вообще никого здесь нет. Ни людей, ни машин, ничего. Тоже возникает желание иногда что-нибудь крикнуть громкое, чтобы на всякий случай отпугнуть. Хотя я понимаю, что здесь очень шумно и машины здесь ездят. Поэтому вряд ли кто-то из диких животных здесь появляется. Ну, а на этот случай у меня есть вместе с фонарем такая интересная штучка. Вот там у меня есть кнопочка. И фонарик может у меня делать вот так вот. И последние 20-30 минут несколько раз уже тыкал на эту кнопку. Просто для собственного успокоения. Ну все, сейчас передохну и пойдем превозмогать дальше. Встретил тут дом человека, который, ну, очень любит уединение, очевидно. Дом уже не жилой. Место, конечно, просто максимально удаленное от всего. Хотя свет тут есть. И вода тоже вот есть. Я вижу приход воды. Труба идет в дом. Тем временем мне осталось метров 500, надеюсь, до точки. Здесь чуть дальше, оказывается, есть прям настоящее шато или поместье. Я не знаю, как это назвать. Здесь была пасека. Большая пасека. А вот там вот, за виноградными рядами, настоящее шато. И я доехал до начала национального парка. Кентриши Протектед Эриас. И здесь же еще один арочный мост, который мы сейчас посмотрим. Который называется Тхемавани Бридж. Офигеть. Так, немного комментариев про вообще ситуацию, времени. 4.05. И это, конечно, все очень здорово, что это начало нацпарка. Но я ожидал видеть здесь какой-то визит-центр, где можно хотя бы полавку поставить на ровном месте. Типа как вот там вот где-нибудь. Но это просто, типа просто, просто ворота. Так что вот не знаю, что-то, честно говоря, что делать. Просто на дороге где-то ставить палатку не охота совсем. Ну что, отличные новости. Отличнейшие новости. Я доехал до визит-центра. Он, правда, есть. Это отличный, отличный домик с чуваком, который меня оформил сейчас. Выдал мне разрешение на посещение этого места. Я заплатил 5 лар за палатку, в смысле за место для палатки. И вот здесь я буду становаться. В общем, сейчас поставлю палатку, скину вещи и пешком пойду здесь до какого-то храма и до водопада. Супер круто, мне очень нравится. Здесь нет связи, правда, и Wi-Fi, но это и фиг с ним, можно отдохнуть от интернетов. Все, ура, добрались. Классно, шикарно. Все, лагерь есть. Сейчас надо попить чаек, наверное, и двигать, смотреть то, что здесь есть поблизости. А это храм и большой водопад. Пока еще есть свет, хоть какой-то сумерки наступят очень скоро уже. Вообще, конечно, у меня набор продуктов не ахти какой с собой, но в целом жить можно. Я купил такие трубочки, пару бич-пакетов дешевых, банку скумбрии с таким непатриотичным названием, два сникерса и пять кусочков хлеба взял из дома. Еще у меня есть конфеты, еще у меня есть вот такой чаек, там, короче, мята, брусничный лист и красный чай в перемешку, как я пью дома. Все взял с собой. Сейчас попью чаек, чтобы сильно не разводить, тут, значит, долгие обеды, ужины, попью чаек по-быстрому и пойду смотреть, что здесь есть поблизости. У меня в велике даже нашлась вилка для того, чтобы я смог поесть рыбную консерву и размешать чаек. Вот такая вот уютность. Я не помню, говорил или нет, но место для палатки мне обошлось здесь в пять ларе. Это начало прям действительно большого парка. Часть... Часть его уже закрыта, потому что уже там лежит снег в горах. Этого вообще ничего нет в гугл-картах. И мне сейчас парень просто показывал какую-то их распечатку. Все, что я могу сейчас посмотреть здесь, это две, по-моему, точки. Это водопад, храм, все остальное дальше. Сегодня я уже никуда не двинусь, уже поздно, я уже устал. И поэтому, наверное, сегодня будем гулять, завтра будем гулять и потом обратно домой. Мне очень нравится здесь. Мне здесь прям очень понравилось. Отличные места для палатов. Тут есть рядышком туалет. Я в нем не был еще, но он есть. Там внутри есть, в этой избушке, есть электричество. То есть, я думаю, можно там что-нибудь поставить на зарядку, но у меня все, в принципе, заряжено. Нет Wi-Fi только, но это небольшая печаль, я считаю. И связи нет прям совсем. Я как-то упустил момент, когда пропала связь. Ну, это выглядит как место, в которое я бы, наверное, приехал бы еще разок. Так что будем считать, что у нас сегодня такой пристрелочный маршрут. Так, еще интересная история про то, как я заполнял документы сейчас. Там стандартная анкета, ФИО, паспортные данные, цель визита, как узнали про Нацпарк, начало маршрута, конец маршрута. И парень не очень хорошо говорит по-русски, по-английски, похоже, вообще не говорит. И я ему сказал, что я уже бывал в заповеднике на Урале, в Вишерский Federal National Reserve. И он такой, о, да, такой, говорит, здорово. Я говорю, я... И он мне выдал прям настоящую путевку, путевку в заповедник, или как это называется, путевой билет, или путевой листок. И я говорю, здорово, теперь у меня будет на грузинском языке еще такой путевой листок. И он такой, да, да, точно, говорит, путевой, путевой. И потом так сразу, чего, говорит, там, типа, закончилась мобилизация в России. И тут я, короче, не очень понял, что, кажется, парень перепутал National Reserve с действительно какими-то национальными резервистами, что ли. Потому что здесь это называется, типа, Protected Area, с охраняемой, как бы, территорией. И я вот думаю, может быть, сейчас сходить к нему и пояснить за базар, что я имел в виду совсем другое. Не каких-то резервистов там, а храняемой территории. Так, тут есть такая табличка. которая начинается с туалета, которая в 100 метрах. Марс, база 51. 46 миллионов километров. Получается, мы, я вот здесь сейчас. И дальше вдоль реки идет такая же грунтовая дорога, по которой я ехал сюда. Вот здесь она, Кхино, кончается. Там тоже есть церковь, водопад. И дальше начинается пешеходная тропа. Крайняя точка – это вот это озеро, Дубикеле. Но это место уже все в снегу. И туда уже сейчас не пройти. Внизу остается мой лагерь разбитый. А мы выдвигаемся по вот этой вот грунтовочке прямо и налево. Дошел до развилки. Вот на одной табличке все, что мне нужно. Это St. George Church и Waterfall. Все, что дальше. Это в следующий раз 45, 40, 45, 17, 27 километров. Сколько грунта пришлось убрать, чтобы сделать эту дорогу. Вообще потрясает воображение. У меня трудозатрата человека часов и другие слова, которые состоят из двух частей с разными корнями. Смотри, дружок весь грязучный. Тю-тю-тю. С разными глазами. Разноцветными. Ух ты. Ничего себе. Сколько же трудов нужно, чтобы построить это все здесь. Офигеть. Приближаюсь к водопаду и тут понимаю, что здесь очень высоко. Очень высоко прям. Такая вот неожиданная локация со столиком. Вот теперь точно подходим. Видео контрол. Ага, классно. Нельзя мусорить. Так, а где? Куда дальше? А, вот это он и есть. Вот это он и есть. Так, должен сказать, что я, ну, не очень впечатлен, потому что я тут стал уже водопадным бурманом. И поэтому вот этим, конечно, меня сложно уже удивить. И, конечно, ради такого водопада не стоило такой проделывать путь, который я проделал. Но в целом, в целом, если относиться к этому как к стартовой локации, за которой множество других вскрывается интересных мест, не похожих на то, что я видел раньше, то в целом более чем отлично. Но, конечно, этот водопад не может служить прям хедлайнером поездки сюда. Это чисто сопутствующая такая достопримечательность. Собственно, уже темнеет. Я иду обратно в лагерь. Времени, на самом деле, еще без 26, но уже сейчас скоро будет темно, и время это никак нельзя использовать для передвижения куда-либо. Классный номер 100 схем. Классная машинка. Пока есть время и солнце, и свет, я буду исследовать точки, короче, оборудованные точки. О, тут есть розетки. Вау! Шикарно! Просто шикарно! Какое обалденное место! Просто посмотрите, для того, чтобы здесь обедать, ужинать, принимать пищу, отдыхать. Просто шикарно! Тут есть розетки. Свет работает, я проверил. Значит, и розетки, наверное, работают. Значит, я что-нибудь поставлю сюда заряжаться. Просто, просто шикардос! Обычно таким не занимаюсь, но тут не могу не заснять. Вот такой туалетик. И он очень брутальный, но он вообще функциональный. Чистый туалет. Офигенно! Он не пахнет чистенький. И брутальненький туалетик. Короче говоря, я уже сточил свой ужин почти. У меня остался только немножко бич-пакет. Я съел банку сары, обильно сдобрив это дело хлебом. И вот сейчас целый стакан горячего бич-пакета ем. Какая вкуснотища! Завтра я поеду обратно к Абулете. Не буду искушать судьбу и ехать дальше 17 километров, потому что это потребует еще одну ночевку, а меня уже нет на это времени. Сейчас еще подходил второй дядька, которого я встретил по дороге на водопад. Он сказал, что там тяжелая дорога и на велике будет очень сложно. Поэтому завтра я потихонечку пойду обратно. У меня сейчас случилась небольшая эпопея. Я думал, что потерял телефон и уже прям успел испугаться. И уже бежал тут все близлежащие локации в поисках. Зашел там к мужикам, спросил, может, я оставил типа в домик его, когда документы оформлял. Но там не было. В итоге нашел, блин, телефон в палатке под пенкой. Вот. Все разрешилось. И меня они позвали к себе. И накормили жареными каштанами. Расспрашивали, что да как, откуда. Вот. И там был один смешной мужик, который говорил, он ругался матом на русском языке, пытался, и у него смешно получалось. Он говорил постоянно, очень пиздец. Нормально посидели. И я пошел отдыхать, потому что что-то, что-то притомился. Что-то притомился. Все. Уже, наверное, спокойной ночи, и до завтра. Доброе утро. Время нет. Восемь часов утра. Ночью было терпимо, но один раз вставал из-за того, что немножко подмерзал и кипятил себе кружку воды и потом ложился спать. Надеюсь, там не навалило снега. Дождя не было, кстати, ночью, что радует. Так, кипячу чай. У меня появились два друга, которые вчера на меня лаяли, а сегодня портят еду. Но еды у меня нет. На улице все хорошо. Поднялся немного ночью ветер, и меня напрягали ветки, которые падали на палатку. Я просыпался от этого. Пару раз приезжали машины еще. Собственно, как-то так. Сейчас кипячу чай. Ты что делаешь? Ну кушь. Кушь отсюда. У меня остался один бич-пакет. Это я сейчас все сразу прям съем здесь. И пустой поеду с конфетками. Еще пару слов про то, как спалось. У меня очень некачественный спальник, и очень недорогой. И он рассчитан комфортно. Температура у него, не знаю, плюс 15 может быть. Вот. Но даже при этом мне спалось в целом сносно сегодня. Спал я в футболке и в трусах. Без верхней одежды. Нормально. Но еще бы чуть-чуть, и уже как бы было бы не очень. Вот. Но в целом, в целом сносно. Вымыл кружку после бич-пакета. И потом что-то с непривычки просто в холодную воду положил чая. И сейчас кипячу так. И будет у меня травяной чефир. Травяной чефир. Времени без 5.9. Я позавтракал. И сейчас начинаю собирать лагерь. И выдвигаться. Так, ну что, все, я собран. Времени 9.30. Сейчас наберу водички, оставлю пакет с мусором здесь. И все. И выезжаю. Погода благоволит. Солнышко. Все хорошо. На правом склоне солнце выходит. Даже двигаюсь обратно. И я вхожу в солнце. Такое ощущение, будто из зимы в лето входишь. Я еще в куртке, потому что зябко было с утра после палатки. Сейчас будем раздеваться. Скоро чувствую. Ах, какая красота. Какая красота. Без одного дня ноябрь, между прочим. Очень быстро доехал до плотинки, потому что от дома того человека, который не любит людей, до сюда был просто один большой спуск. А вот потом расселили, и потом, очевидно, вот туда вот дальше. Это было классно. Теперь я уже у плотинки опять нахожусь. Ну, это вы уже вчера все видели и я. Потихоньку продвигаюсь и встречаю такую красоту. еще продвинулся до цивилизации. Деревня осталась примерно 3 километра. И появилась связь наконец-то. Едем дальше. Цивилизация. Я вижу дома. Классно. А еще вот такие вот горные лэпки. лэпки. Деревня лэпки. Ну что, цивилизация. Я доехал до начала бетонки. Там после бетонки и подъема на вот этот хребет, хребетик, там уже асфальт начинается. жестяная часть нашего маршрута подошла к концу. Сейчас остается подняться в горку и потом скатиться до Кабулети. вышел на асфальтовую дорогу. По большей части, насколько я помню, тоже надо будет только скатываться вниз. Да и, собственно, досюда я в обратную дорогу даже не вспотел буквально, если не считать вот этого последнего подъема сюда. так в целом по большей части скатывался. Здесь, я думаю, то же самое будет. Вот, вердикт мой пока такой, что туда надо ехать не на велике, на машине либо на мотоцикле, на чем угодно. И там есть куча всего, что можно посмотреть, но оно все значительно дальше. 36-20 километров и по убитой дороге на велике это не вариант. Пока у меня вот такое ощущение, такой мой вердикт. Ну все, погнали домой. До чего же офигенная дорожка просто. Сейчас проехал вот оттуда, с того угла. А, вообще, шикарно просто. Подъемы тоже есть, конечно, но они такие. По асфальту это терпимо. Контрастно очень с дорогой, по которой я ехал до этого, где надо на любом подъеме было сходить. Здесь можно просто подняться. ничего страшного не будет. И по большей части катишься вниз. И это просто супер весело. Прям чувствуешься огонщиком MotoGP. Единственное, что надо машину встречных побаиваться. А так, в целом, нормально вроде. Кайф. Просто супер круто. Такая Апастораль зеленая. Это уже среднее течение реки или нижнее течение реки. А там вверху уже снег лежит на горах. Так, ну что, я приехал. Я уже вышел из душа, добрался, все хорошо. Засим можно считать этот поход тоже оконченным. Выводы какие-то сделаны, какие-то нет. Все, пожалуй. Поехали.